Крым наш. Москва тоже нашей будет. О чем мечтал крымский хан. Час икс назначили на ночь. Трехтысячная конница влетела в лагерь противника. Так русские еще не делали. Среди крымцев началась паника. 6 июля 1591 года войско хана Газигирея в ужасе бежало от Москвы. Крымский поход на Русь Газигирей II по прозвищу Буря готовил при поддержке турецкого султана. Тот поделился с крымскими татарами своим войском. В итоге русские границы перешла 150-тысячная армия. Приказ по фронту был необычный. На разграбление попутных городов не отвлекаться. Нужна только Москва. В Москве цель похода не была тайной. Сработала разведка. Помогли крымцы-перебежчики. Но не было войска, сопоставимого по численности. Тогда появился уникальный план, рассказывает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Владимир Волков. Решили дать окончательный бой под Москвой. Для этого подтянули к ней все имеющиеся силы, включая полки на подступах к столице. Плюс сделали ставку на так называемый обоз, о котором историки спорят, что это было. То ли гуляй город, то ли система полевых укреплений высокого уровня. Его выдвинули военным лагерем за пределы Москвы, в километрах в двух от деревянных стен. Не овладев им, заниматься осадой Москвы было невозможно. Гуляй город, надо было брать. Времени для подготовки к сражению не хватало. Пришлось пожертвовать небольшим отрядом, который выслали навстречу войску Газигирея. Он задержал противника на целые сутки, прежде чем был разбит. Крымский хан обустроил ставку в Коломенском 4 июля. В тот же день его головорезы проверили русских боем. Атаки откатывались одна за другой. Из-за обоза стреляли пушки, потом вырывалась конница, добивала наступающих, отступала за укрепление и по крымцам снова открывалась стрельба. По-настоящему жестокое сражение произошло 5 июля, а на рассвете следующего дня войско раненого Газигирея уже бежало. Русские преследовали его даже в диком поле, как называли земли между Крымским ханством и Московским государством. В столицу крымцев Бахчисарай вернулась только треть армии Газигирея. Говоря об этой русской победе, Владимир Волков заметил. Это был первый случай, когда русский государь в ожидании большого и страшного нашествия Москву не покинул. Когда в 1521 году на Русь пришел крымский хан Мехмед Гирей, Василий Третий ушел на север. Когда в 1571 году пошел на Москву Девлет Гирей, Иван Грозный уехал в Новгород. А вот сын его, царь Федор Иванович, Москву не покинул перед нашествием Газигирея. Психологически это было очень важно для воинов. Они знали, государь в Москве и надеется на их стойкость и мужество. Это тоже сыграло роль. Русско-крымские отношения еще долго оставались проблемой, которую решали военным путем. Но после бесславного похода на Русь Газигирея II ни один крымский хан не пытался приближаться к Москве.